Привет всем! Добро пожаловать на канал Russian Connection. Меня зовут Юля. Это Даша из Russian with Dasha. Привет! Я думаю, многие из вас её знают. Меня даже многие спрашивали, когда узнали, что я еду в Петербург, буду ли я встречаться с Дашей. Я сказала, что да, и мы встретились. Как обещала. Мы встретились сегодня поболтать, записать новый выпуск для вас, чтобы вы слушали. Ну и поболтать о жизни. Будем болтать, конечно же, в центре города, на Дворцовой площади. А почему нет? Погода подходит? Шикарная погода. Немного мёрзут руки, но я думаю, что в целом всё будет хорошо. Я думаю, да. Сегодня с утра, когда я видела, что шёл дождь, моросило, небо было серое, стало немножко обидно, что мы договорились сегодня встретиться. Но сейчас даже такой голубоватый, сиреневый оттенок сейчас очень модно. Серые оттенки в интерьере — это очень модно. Да, Петербург вообще всегда в тренде. Он всегда в тренде. Серые оттенки — это, да, все любят их. Правда. Сегодня мы решили поговорить с Дашей о том, как поменялись наши жизни или как поменялось наше отношение к жизни, может быть, за последние 10, скажем, лет. Нам обеим по 30 с чем-то лет. Мне 33 года, а тебе 31. 31. Примерно одна возрастная категория. И мы хотим поговорить, насколько поменялось наше отношение с тех пор, как нам было 20. Да. Кто начинает? Ну, я думаю, что, во-первых, давай мы с тобой вспомним себя в 20 лет. Я была, получается, на третьем курсе технического университета и собиралась поехать в США на лето по программе Work and Travel. Я, кстати, рассказывала о своём опыте в подкасте Юли. Не помню, как называется выпуск. Где мы говорили о... Культурном шоке. Культурном шоке, да. Прикольный выпуск получился, обязательно послушайте. И мне тогда, получается, было 20, я была очень наивна и собиралась впервые поехать одна за границу. Это было очень волнительно. Что ты помнишь о себе в 20 лет? Если подумать, сейчас 2021 год. Значит, 2011 год. Какое сегодня число? 25 октября, скажем. 2011 года. Скорее всего, я стояла на этой же площади, но не снимала видео, а просто гуляла. Так как мой университет находился здесь недалеко, только перейти мост на другую сторону. И каждый день я ходила мимо Эрмитажа, проходила через площадь, через Дворцовую площадь, садилась на метро, уехала домой. У меня уходило около полутора часов, может быть, час, в лучшем случае, чтобы добраться до дома, туда и обратно, по часу, по полтора часа. Я помню, что я в тот момент не наслаждалась красотой Дворцовой площади. Для меня это была немножко пытка, потому что каждый день идти пешком, ехать в набитом трамвае. Мой центр внимания, он переключался с красоты на вот эту рутину каждодневную, когда я каждый день здесь ходила туда-обратно. И мне казалось, что всё так оно и должно быть, да, то, что здесь такая великолепная архитектура. Ну, так всегда было, так всегда есть, я не обращала на это внимания. Вот, наверное, поменялось моё отношение сейчас, я стою здесь и я наслаждаюсь красотой. Да, точно. И я тоже. Я, по-моему, в Петербурге на тот момент была только один раз во время школьных каникул, но я сразу влюбилась в этот город, и сейчас каждый день, когда я здесь гуляю, я восхищаюсь красотой и думаю, какое счастье, что я переехала. А вот как я представляла свою жизнь через... Как ты представляла? Да, через 10 лет все, мне кажется, все девушки в России, ну или большинство моего поколения, думали в 20 лет, что к 30 годам у них будет достаточно хорошая карьера, муж и скорее двое детей. Я думаю, что мы с подругами считали именно так. Ну вот сейчас мне за 30, у меня нет детей, и я думаю, блин, да какие дети! Ну, сейчас я уже задумываюсь о том, что да, может быть, я хочу, но, например, в 25 лет, в 26 я вообще не хотела никаких детей, и я думаю, что классная тенденция, что сейчас женщины не так рано заводят семьи, как раньше, как, например, наши родители в 20 лет, да, это очень рано. И, кстати, многие мои одноклассницы, которые вышли замуж сразу после института, уже, к сожалению, развелись. Вот. Поэтому у многих было такое изменение в жизни, что фокус семьи перешёл на фокус на карьеру, скорее всего. Возможно. Логично, что у нас большое количество разводов. Наверное, это не самый правильный выбор для большинства. То есть когда-то это работает, когда-то это нет, но в молодом возрасте, когда люди встречаются, женятся, заводят семью, то, в принципе, неудивительно, что потом их пути расходятся, так как, да, один кто-то развивается в одну сторону, второй развивается в другую или стоит на месте, и, в общем, выходишь замуж за одного человека, а через 10 лет, или женишься на одном человеке, а через 10 лет это уже другой человек, а ты его даже не знаешь. Да. Всё-таки это как раз фаза взросления с 20 до 30, когда мы сами с собой знакомимся. Как минимум до 25 точно. Я считаю, что хорошо, что сейчас люди уже не вступают в брак только потому, что надо, мама сказала, или общество давит. Это всё-таки радует. Девочки, извините, как вы прилетаете в Бетербург? Что это? Нет, нет, нет. Что-то, церковь это в другом месте вообще. Штаб? Невский проспект, да. Невский вот там. Вот через арку, вам надо через арку. Иди сюда. А как ты представляла свою жизнь, когда тебе было 20? Через 10 лет, как ты её представляла? Ты знаешь, я не представляла, что я выйду замуж и у меня будут дети, но я, наверное, не представляла, но я мечтала о том, что я буду жить в нескольких местах, что я не буду привязана к одному месту. Мне всегда хотелось быть везде, так как в одном месте становится немного тесно со временем. И, в принципе, может быть, это не в таком масштабе, как я предполагала, но недавно я задумалась, что, в принципе, это то, что я хотела. Так как я живу, это более-менее то, о чём я мечтала. Так что это радует немного. Да, я, кстати, тоже мечтала о том, что буду жить за границей, и несколько раз делала попытки переехать, но потом всё равно возвращалась. И вот в 2016 году я из Новосибирска переехала в Санкт-Петербург, и пока мне не хочется никуда уезжать, потому что город классный, и недалеко от Европы, и здесь мне очень хорошо и комфортно. Но я не исключаю того факта, что, может быть, когда-нибудь я куда-то поеду. Может, на некоторое время, может, насовсем. Да, почему бы и нет. В любой момент можно всё поменять, если захочешь. Мне очень нравится. Например, сейчас я приехала в Петербург на месяц, даже чуть-чуть больше месяца, и я по-настоящему насладилась красотой и вообще жизнью в Петербурге. И во многом я благодарна моей профессии и возможности преподавать, удалённо преподавать, используя лишь компьютер, Zoom и учебные материалы. Спасибо моим студентам также за эту возможность. На самом деле это исполнение мечты — поехать куда-то на месяц, пожить там и работать одновременно. Да, я думаю, что пандемия показала нам, что многие профессии могут быть переведены в онлайн. И я думаю, мечта людей о путешествиях скоро осуществится, когда уже будут открыты границы, и можно будет работать удалённо, при этом жить в другом месте. Кстати, такой опции 10-11 лет назад практически не было. Мало кто об этом знал. Все считали, что путешествовать могут только обеспеченные люди, и это достаточно дорого. Но время показалось, что даже за небольшие деньги можно куда-то ездить и как-то жить. Да, нужно просто включить сообразительность и иметь очень большое желание, я считаю. Даже когда я начинала путешествовать так активно, меня спрашивали, мои же друзья, откуда у тебя деньги? Чем ты ещё промышляешь, где ты зарабатываешь, что ты можешь путешествовать? Наверное, можно всегда построить путешествие с умом как-то выстраивать. По Ленинградской области можно путешествовать. Да, точно-точно. Сейчас в этот мой приезд, получается, 4 выходных у меня было, и все 4 выходных я уезжала из Питера, ездила то в Выборг, то в Карелию. И такие прекрасные места, везде красиво, везде можно вернуться, что-нибудь ещё найти. А что ещё в тебе изменилось, если ты сравниваешь себя сейчас и Дашу образца 2012 года? Что в тебе поменялось? Да, на самом деле очень многое. Мне кажется, что к 30 годам человек уже перестаёт обращать внимание на мнение других людей и раскрывается как Личность полностью. Вот многие мои знакомые сейчас прошли или проходят терапию, или как-то интересуются личным развитием, внутренним, духовным взрослением. И настолько все люди раскрылись и настолько стали счастливее. Мы, кстати, уже про счастье с тобой говорили в моём видео. И вот мне кажется, что я, может быть, самое главное, что я обрела, это понимание, куда я двигаюсь и чего я хочу. Потому что 10 лет назад я вообще не знала, чего я хочу, не знала, что дальше, и пыталась, пробовала разные вещи. И сейчас я вот наметила свой вектор. Конечно, со временем это будет меняться, но направление уже намечено. Логично, что это будет меняться. Ты сказала о том, что к 30 годам люди находят, чего они хотят и раскрываются. Думаю, к сожалению, не все люди, те, кто работает над собой. Да, конечно, те, кто задаётся этим вопросом вообще. Во-первых, да, кто задаёт себе вопрос, что я хочу вообще от жизни. А я, мне кажется, стала понимать очень простые вещи, которые раньше мы все слышали, но, может быть, они у нас не отзывались. Например, простые истины о здоровом питании, о важности сна. Носи шапку. Носи шапку. Да, о том, что одеваться тепло. То, что в 20 лет, может быть, мне казалось прописными истинами, то есть, ну да, понятно, надо хорошо спать, надо хорошо есть, не надо волноваться. Ну, я не понимала, может быть, до конца, как это всё делается и зачем, и почему. И, может быть, когда искала ответы на какие-то вопросы, вот как избавиться от этого, например, как и не переживать так много. Может быть, искала какую-то магическую таблетку, волшебную таблетку. Ну, в принципе, мы всегда ищем волшебные таблетки даже, как выучить язык. Да, вместо того, чтобы сесть и методично по 10 минут в день заниматься, мы смотрим тысячу видео, как выучить язык за, не знаю, за 10 часов, за один месяц во сне, и, казалось бы, все вот эти маркетинговые уловки, они всё равно работают. Хотя все знают, что магических таблеток не существует, волшебных таблеток не существует. Но нам, наверное, очень трудно принять тот факт, что самые важные вещи — это простые вещи. Они простые, но нелёгкие. Они простые, но их очень трудно сделать, потому что это значит, надо перестать мечтать и начинать делать. Наверное, я поняла, что всё самое сложное, оно на самом деле простое. Да, я хочу, кстати, к этому добавить, что я поняла, что не бывает хороших результатов из напряжения. Вот когда что-то пытаешься через силу делать, всё равно получается не то. А когда, возможно, отпускаешь ситуацию или думаешь, ну ладно, если получится, то хорошо. Не получится — буду делать что-то другое. То есть, когда легко относишься и... Когда легко и просто относишься к тому, что задумал, и делаешь не через усилия и напряжение, а через лёгкость, то результаты получаются очень классные. Но для этого, конечно, нужен отдых. Поэтому вот ты сказала про шапку и сон, и я также хочу сказать про отдых, что насколько классно отдыхать на самом деле. И важно отдыхать. В системе мировоззрения наших бабушек и дедушек и родителей даже, можно сказать, есть поверье, есть такой миф о том, что отдых — это непродуктивно. Ты должен работать, 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 а на самом деле это контрпродуктивно. Как некоторые говорят, отдых для слабаков — нет, это глупости. Я люблю отдыхать. У меня три выходных в неделю, и результатов намного больше, чем когда я работала много и почти не отдыхала. Ещё знаешь, какая фраза, похожая на отдых для слабаков, всегда меня удивляла и раздражала даже. В гробота спимся, когда... Ой, ужас, да. Ну, во-первых, гроб, что это такое? Это то, куда кладут труп человека, когда закапывают землю, да, когда он умер. Для меня сон важен. Есть люди, может быть, кому спать нужно меньше, кому спать нужно чуть больше, мне нужно много спать. Я понимаю, что если я не сплю, то мне жизнь уже недорога. Я должна спать, чтобы вообще чувствовать себя хоть как-то. Часто, объясняя, почему я не иду на дискотеку или на какую-то вечеринку в 12 часов ночи, или почему я не иду ужинать в 10 вечера, я объясняла это тем, что мне надо спать. Люди на меня смотрели так. Коса, ты что, бабушка? В гробу это спимся? Но мне кажется, в этой фразе есть ещё вторая сторона, может быть, второе значение. В гробу это спимся. То есть для меня это как-то коррелирует с фразой, когда ты оставляешь жизнь на потом. То есть важные для себя вещи не стоит откладывать на потом. И вот, может быть, это более широкое, конечно, понятие, да, вот как не откладывай жизнь на потом и вот так же не откладывай отдых на потом. То есть мы с тобой сегодня за то, чтобы отдыхать и слушать себя, да, прислушиваться к себе. Да, согласна. Ну что, мне кажется, мы слишком много всего обсудили. Мы слишком много обсудили. И мы всем вам желаем найти себя, понять, что вам нравится, понять, куда вы хотите двигаться, если вы до сих пор этого не знаете. Прислушивайтесь к себе. И мы с Дашей покажем вам напоследок красоту. Да, и обязательно приезжайте в Санкт-Петербург. Сто процентов. Кстати, хотела добавить, что я всем всегда рекомендовала приезжать летом, смотреть на белые ночи. А я рекомендую сентябрь. Вот, я теперь тоже рекомендую сентябрь. Просто потрясающе. Золотая осень — это очень красиво. Всем спасибо. Пока-пока. Пока.